Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня мы отправимся в тайгу. Будем гулять по ночному лесу. Как вы знаете, я частенько играю во всякое инди-днище. Такое, что даже иной раз и стыдно показывать. Но я надеюсь, что эта игра будет не стек, потому что, во-первых, она есть в стиме, но нет никаких вообще отзывов. Она меня заинтересовала, я думаю, как так, уже столько времени она лежит, бесхозная, никому не нужная, и никто в нее не поиграл и не оставил отзыв, хотя бы какой-нибудь. Управление, тап, показать, скрыть. Телефон встретится с Михаилом у его лагеря. Михаил Кэмп, вот туда прямо нам нужно идти. Окей, а что там еще по управлению было, я не успел прочитать. Смена окон навигатора и шифт бежать. Прекрасно. Минимум действий и больше экшена, мне нравится. 1-2, давайте проверим, как это работает. Михаил нам написал. Здорово, Сергей! Как ты там устроился? Георгий пишет, что у него что-то происходит вокруг палатки. Не пойму, что он имеет в виду, звучит как какая-то брехня. Опять за шутки свои взялся, что ли? Пойдем, проведаем его, а? Подходи к моему лагерю. Окей. Пока никакой беды, ничего такого не предвещает. Хорошо, идем прямо. Где-то там должен быть Михаиловский лагерь. Очень странно, почему мы, трое мужчин, которые отправились с палатками в лес, решили... Спокойно, нахуй. Решили переночевать в разных местах. Мы должны были держаться вместе. Но это же первый закон. Вообще всего. Вместе, как говорится, мы сила. Блядь, ну выглядит пока очень классно. Вот это я понимаю лес. Не просто какое-то пустое поле с двумя соснами. А прям полноценный лес. Куда ни посмотри, везде деревья, трава, кусты, палки. Прям жутковато. Упачки. А вот и Михаиловский лагерь. Да, мы почти пришли. Какие-то еще знаки вопросов там появились. Слушайте, классно. Кстати, эта игра поддерживает VR. Похоже, мне придется идти одному в лагерь Георгия. Получено сообщение от Мишки. Тихо-тихо-тихо, там кто-то бегает. Ебать, вы это слышали? Человек орал. Но это явно был не Михаил, потому что Михаил вам только что отправил сообщение, которое я еще не успел прочитать, потому что я осматриваюсь. Мне страшно. Господи. Чего-чего? Догони Михаила у лагеря Георгия. Ага. Я вышел раньше времени, Серег. Что-то Георгий совсем странные сообщения отправляет. Говорит, топот у его лагеря. Иди сразу к нему. Так, а мы здесь тоже топот слышим. Какая-то, блядь, канарейка там визжит. Господи. Тихо-тихо-тихо. Это кто? Это что, блядь, там за человек-невидимка? Ребят, вы это видели? Я последний раз такой наблюдал. У хищника. Ну, я думаю, вы знаете, про какого хищника я говорю. У него была точно такая же классная маскировка. Ну, ладно, попробуем отсюда выбраться. Где наша карта? Так, карта, карта, карта. Нам надо идти в Георгиевский кэмп вот в ту сторону. А я хочу на знаки вопроса свалить. По-моему, эта игра еще также имеет кооператив. Хотя нет, никакого кооператива здесь нет. Это я перепутал с другой игрой. Которая, возможно, выйдет тоже на канале. Я пока думаю, стоит ли это делать или нет. Короче, какая-то невидимка. Какая-то, блядь, невидимка здесь за мной бегает. Мне это вообще не нравится. Оно, блядь, идет за мной. Прислушайтесь, ребята, к нашему сопению, к нашему дыханию. Мне кажется, или это женские вздохи? Я вроде за Серегу играю. Че это, блядь, за Серега такой? Так, хорошо, надо свериться. Ой-ой-ой, ой, как я слишком далеко ушел вправо. Так и заблудиться можно. Интересно, я отсюда выберусь куда-нибудь. Мне кажется, я найду свою смерть скоро. Пиздец, блядь. Нахуй мы в такую тайгу пошли? Вы че, блядь, не могли что-ли другое место для отдыха найти? Ну все, пизда! Твою мать. Что за ужасный вопль? Никогда в своей жизни я не слышал такого крика. Оно сзади меня. Оно где-то там. Я прыгать-то не умею. Скарабкаться сюда я тоже не смогу. Блядь. Мне придется возвращаться. Что это за ужасная тварь? Фонарик мигает, когда я смогу в сторону. Надо сваливать. То есть только сейчас я заметил... Эту тень. Эту невидимку. Блядь. Кажется, я начинаю терять рассудок. Надо найти лагерь с костром. Нахуй мы вообще отсюда уходили? Так, Михаиловский лагерь будет очень скоро. Идем, идем, идем. Держим, торопимся. Торопимся. Где-то справа что-то будет. Ага. Конечно. А, то есть можно пере... Все понятно. Я понял, как это работает. То есть, блядь, поднять ногу буквально на 20 сантиметров вверх, чтобы переступить через камень, мы не могли, но перебраться через бревно, это пожалуйста. Что это такое там за хуйня? Там кто-то стоит, что ли? Блядь, ну серьезно, ну что это, блядь, за хуйня? Теперь я понимаю, почему в это никто не играет. Сука, краски. Краски, ребята, теряются. Этот мир становится абсолютно серым. Ну ничего. Лагерь близок. Я почти дошел. Но я погиб. Вы можете продолжить играть с последнего сохранения. Ну конечно, оно у нас вообще было. Да, смотрите-ка. У нас есть и одно сохранение. Оно было именно здесь. Нам нужно попасть в Георгиевский кемп. Ну как, блядь, туда пройти, я не понимаю. Попробуем тогда вот здесь идти. Ага. Нет, нихуя. Это Михаиловский кемп. Господи, куда, блядь, я пошел? Вот мне надо куда идти. Все, вот сейчас идем прямо. Не обращаем внимания на всех этих невидимок, на все эти крики ужасные. На гигантского человека. Да, нам нужно было идти именно сюда. Все понятно, так сразу бы, блядь, не сказали. Я видел глаза. Может быть, это был гигантский фильм? Ну мне хуйня это... Ну вот, смотри, ребят, ну стоит, ну стоит же, хуидло какое-то. Все, оно испугалось, обосралось и убежало. Я чувствую себя безопасно в таком месте. Откуда оно тут взялось? Кто оно? Это безопасное место? Знак вопроса, это значит безопасное место. Да, вот этот тотем. Окей. Поверим на слово. Значит, здесь нас никто не должен въебать. Окей. Куда нам нужно идти тут теперь? В Георгиевский кемп? Это сюда, хорошо. Пойдем сразу туда. Надо найти Михаила и, как бы, там уже будет все более-менее нормально. Потому что нас будет двое. Серега и Миха. Дел тут наворотят. Александр получит на сообщение. Ну-ка, а что это там за Сашка? Кто такой? Сергей, привет. Ты знаешь, что-то происходит? Что за звуки? Я получил какие-то странные сообщения от Георгия и теперь он молчит. Как и Михаил. Ты где? Может, подойдешь ко мне? Разберемся, что за чертовщина. А что, все, что ли? Михи больше нет? Да, Александровского кемпа еще пилить и пилить, конечно. Слушайте, мне интересны эти знаки вопроса. Я бы, конечно, хотел там все исследовать. Представляете? Игра дает нам выбор. Но этот кемп ничем не отличается от Мишкиного. Та же самая пустая палатка и ничего более, кроме костра. Еще одно сообщение. Читаем. Журнал Сергея, точнее Георгия. Мне не нравится это место. Постоянно слышу какие-то шаги рядом со своим лагерем. Я недавно услышал звук падающего на землю валуна, но поискав вокруг, не нашел ничего, что могло издать такой звук. Надо связаться с коллегами. Что-то здесь происходит. Но он пытался. Надо отдать ему должное. Он пытался с нами связаться. Но он писал какую-то хуйню. И поэтому мы не смогли ему помочь. Я думаю, что нам надо бежать. Нехуй здесь вообще останавливаться. Просто валим. Бежим сквозь заросли. Блять, брусники. Ай, блять! Это было немножко неожиданно. Но он ведь издавал звуки позади меня. Какого хера он тут оказался? Где я? Георгиевский кэм. Прекрасно бежим. Бежим и не останавливаемся. Очень классно, что здесь есть контрольные точки. И нас не заставляют начинать с самого начала. Вот это прям отдельный респектоз разработчику. Есть еще один знак вопроса. Даже два. Но мы сходим к ближайшему. Похуй там. Мы туда даже и не пройдем. Мы вообще никуда не пройдем. Нас опять в какой-то тупик загнали. И сейчас сожрут наверняка. Вон я уже, ага, глазенки эти вижу. Есть стамина, я так понимаю. У нас есть стамина. Она тратится на бег. Там еще и красноглазая какая-то принято. Но нету, к сожалению, полоски. И я не могу. Как-то распределить ее. Тогда мы пойдем вот сюда. К этому знаку вопроса. Сюда-то меня пустят, нет? Очень хотелось бы узнать, на кой хуй нас вообще сюда понесло. Наверняка мы какие-нибудь исследователи, ученые. Но я вообще тогда в таком случае не вижу никаких устройств. О, Сашка пишет. Что надо? Так, это мы читали. Сергей, не иди к моему лагерю! На меня что-то напало! Я еле ушел! Сматриваемся отсюда, я пойду подготовлю тачку. А ты пока замени предохранитель на вышке, надо найти Мишу и Георгия. Так-так-так-так-так-так. А вы смотрите-ка, игра с сюжетом. Игра с сюжетом. А саплай депот нам, походу, туда и нужно. Ладно. Я не понимаю, а как мне от этой хуйни-то убегать? У меня стамины нет, в принципе, блядь, можно сказать. Она отсутствует напрочь. Но я не буду терять надежду. Я схожу в это спартанское ущелье еще раз. Вот что? Ну все. Ну все, блядь! Я увидел красный глаз, и оно сразу же выпрыгивает. Это как вообще работает-то, блядь? Мне даже шанса не дают. Еще раз. Как говорится, бог любит троицу, пойдемте получим пиздюлей еще разок. Нет, я обойду в этот раз, не хочу. Вон, вон, красные глаза, я их спалил. Оно идет, все, оно, блядь, за мной идет. У меня стамины нет. Вот я сейчас, блядь, пробегу. Вот, вот, пожалуйста, пять шагов, нахуй, сделала. Это женщина по имени Сергей, блядь. И все. Давай, давай, быстрее, нахуй, беги. Ну, допустим. Допустим, мы его обманули, и теперь мы живем. К тому же, оно огромное сюда, но, по идее, не должно залезть. Хотя в первый раз въебало именно здесь. Я же вам говорил, да, что эта игра поддерживает VR-шлем. Вот мне кажется, в VR-е, в эту игру, поиграть самое то. Пока ни хуя непонятно. И, видимо, нас больше никто не будет пугать. Что у нас здесь есть? Нам нужно поменять предохранитель. Есть ли он у нас? Есть ли у Сереги предохранитель? Или, может быть, я его здесь только подобрать должен? Ну, я ни хуя не вижу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. И смски мне перестали отсылать. Но я как бы сюда пришел. Теперь горит зеленый крест. Значит, что? Значит, здесь сейф-зона. Все отлично. Не сохранились. Пойдемте далее. Ну, сходим тогда к вышке. Она находится вон там. Вы знаете, я, наверное, бегать просто так не буду. Потому что со стаминой здесь прям проблемы. Я буду просто идти медленно. Прислушиваться ко всем этим звукам. А потом, когда почуешь, что пахнет жареным, я побегу. В обратном направлении. Так, он там где-то вышка. Окей. Наверх я залезть не могу. Смогу ли я обойти здесь? Возможно. Возможно, но не факт. Вот что это, блядь, за два белых пятна периодически появляются? Это чьи-то глаза или что? Потому что тот, кто меня убивает, имеет красный оттенок глаз. Вот, опять, опять, опять мигнули глаза белые. Чьи-то белые глаза. Может, это глаза того самого невидимки? Кто это такой? Почему он нас не убивает? Скорее всего, они работают, сообщая. Этот невидимка просто нас пугает и гонит к волчаре. Который нас и поедает. Так оно все и есть. Окей. Где-то здесь должна быть вышка. Вот, все понятно. Забираемся наверх. Сейчас мы куда-то придем. И сообщение от Сашки. Очень вовремя. Все, тачка готова. Хоть на что-то можно положиться. Кажется, я начинаю отсюда. Отправил тебе локацию на всякий. Как там? Вышка поменял. Придох. Подожди, ничего я, Сашка, не сделал. Я только твое сообщение успел прочитать. Все, пришли. Пришли мы на место. Что это, блядь, за звуки такие? Датчик движения? Ну вот он, предохранитель. Еще одно сообщение от Сашки. Сашка, подожди. Отлично, вовремя ты ее запустил. Я вижу геолокацию Георгия. Пошли заберем их и уезжаем отсюда к чертям. А, все понятно. То есть игра настолько упрощена, что нам даже ни на что и нажимать-то не надо. Только лишь дошли и все. Правильно я понял? Правильно. Видим геолокацию. Так, хорошо. Там очень много движения. Смогу ли я здесь срезать путь, не умерев при этом? Да, спуститься, оказывается, я могу. Жаль, что и забраться точно так же нельзя. Куда, 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 куда мы должны идти? В Александрский кемп. Ладно, идем. Ну, мы вообще ищем-то Михаила с Георгием. Закинь хером мне в этот кемп? Ну, да ладно, пусть будет. Может, Сашка не все вынес? О, сообщение от Хантера. Кто такой Хантер? Какой еще Хантер? Не знаю никакого Хантера. Сергей, добрый вечер. Ваши коллеги Михаил и Георгием у меня. Сегодня не очень хорошая ночь, чтобы быть в лесу. Присоединяйтесь к нам. Ну, что-то как-то не очень заманчивое предложение. А где этот Хантер находится? Ну, пойдемте поищем. Вроде как нам надо идти прямо. В любом случае у меня выбора нет. Хотя он и есть всегда. Обходим аккуратно. Я бы на самом деле лучше бы встретился бы с Санькой. Там уже машина готова. Так сказать, карета подана. И я бы предпочел отсюда съебаться. Ну, нахер эту тайгу тут? Вы посмотрите, какая дичь творится. Вот опять. Вот чьи это глаза? Куда-то я не туда немножко уже пошел. Надо взять чуть-чуть левее. Я понял, надо идти на глаза. Где-то рядом должны быть брусничные кусты. А вот и сейв-зона. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, это уже ненормально. Что какой-то деревянный фалос летает в воздухе. Сверяемся с картой. Георгиевский кэмп. Ага, нам нужно идти прямо. Георгиевский кэмп. Все понятно. То есть мы возвращаемся. Теми же самыми путями. Я пытаюсь это сделать. Ну, не сказать, что прям пиздец, как страшно. Но прикольно. Я говорю, особенно поиграть в VR было бы прям самое то. У меня, к сожалению, шлема нет. Так, пришли. Теперь нам нужно идти вот туда. Правильно? Да. Такое ощущение, что я вообще на одном месте, блядь, бегаю. Хотелось бы чего-то все-таки пострашнее. Побольше жути. Это безопасная зона. Да, я помню, мы здесь были. Так, мы сюда пришли. По идее, здесь должна сработать контрольная точка. Идем дальше. Куда делась эта волчара с красными глазами? Я по нему уже соскучился. Мне не по себе от того, что его нет рядом. Так-то я хоть опасность как бы чуял немножко. А тут прям сейчас вообще возьму и расслаблюсь. Так, Михаил Кэмп, нам нужно идти... Ага, вон туда. Нам нужно это все обойти, а потом повернуть направо, насколько я помню. Где-то должно быть поваленное дерево. Если я не ошибаюсь. Подождите, а что у вас с этими красными точками? Они что-то, блядь, постоянно куда-то от меня убегают, а я пытаюсь их догнать. Это вроде как та самая активность, да? Ну все, ну вот, я иду к машине. Все, блядь, игра пройдена. Ага, объявился невидимка, слышал. Попочет там, блядь, ножками своими. Я вообще, блядь, правильно делаю это или нет? Походу нет. Походу вообще нихера не в ту сторону я пошел. Так, а что это, блядь, за красные-то точки? Вон они, смотрите, от меня убегают. Так я дальше что-то, блядь, я не пройду. Или это баг какой-то? Что-то, блядь, захуйняет. Это опять какой-то нерабочий кусок говна из стима, блядь. Который я тут должен тестировать. Еще и при этом за свои деньги. Вы посмотрите, эти, блядь,ские красные точки на карте, они постоянно находятся вот на одном расстоянии от моего маркера. В одном и том же положении. Так может это наебалово? Может мне и не надо было вовсе-то идти за ними? А я как мудак пришел в самое начало. Ну точно, блядь, ну смотри. Куда бы я ни повернулся, они постоянно двигаются за мной. Ёбаный в рот. Серьезно. Встретитесь с Александром у геолокации Георгия. Воссоединитесь с Михаилом и Георгием в домике охотника. Геолокация Георгия. Я георгиевский кэм проходил, там ни херани. Значит мне нужно найти домик охотника. Где, блядь, я его должен искать-то? Дальше надо было что-то куда-то пилить. Уважаемый монстр, а можно меня сожрать, чтобы я резнулся где-нибудь в другом месте? Поближе к дому охотника. Я чё, виноват, что, блядь, разработчик какой-то рукожопый долбоёб, который красные точки там понаставил, и я шёл за ними? Ну пиздец. Пришёл в тупик, нахуй называется. Кажется, я начинаю терять рассудок. Нет, дружище, кажется, я начинаю терять терпение. И сейчас я удалю этот кусок говна. Ну, ладно. Давайте мы всё-таки попробуем вернуться туда, откуда я пришёл. Может быть, у нас что-нибудь ещё и получится. Какой смысл вообще вот в этой стамине, в этой выносливости? Нахуя вы её ввели, если по сути мы ни от кого не убегаем? Если по факту, блядь, мы когда видим монстра, он нас сразу же сжирает. У нас даже нет вообще никаких вариантов, нет шанса убежать от него. Нахера тогда стамина здесь нужна? Объясните мне. Ой, здорово, я скоро умру. Я скоро умру и начну где-нибудь там подальше. Прекрасно. Осталось только дождаться этого момента. Да, к тому же здесь тупик. Больше я никуда не сдвинусь. Всё, стоим и ждём, когда нас въебут. Волчары я с красными глазами не вижу. Кто нас уничтожит на этот раз? Просто, скорее всего, сердце не выдержит и всё. А что, выхода всё вообще уже нет? Меня здесь замуровали. Ну быстрее, ну быстрее, уже можно со мной покончить-то, а? Или, может быть, я всё-таки даже влюбируюсь. Да, блядь. Это пиздец. Ты посмотри, игра подарила мне вторую жизнь. Шикарно. Я всё-таки выбрался и вновь живу. Окей. Идём теперь в эту... Нет, не сюда. Вот там я не... То есть, блядь, приходится обходить, да? Ой, ну это пиздец. Разработчики, уважаемые, проверьте эти красные злоебучие точки. Что это за дерьмо? Я, блядь, тут полыгры за ними бежал. В итоге они нахуй не нужны. Ну да, глядя на карту, они движутся за мной. Теперь. Ну, бредятина. Уберите нахуй эти красные точки. Уберите эту стамину. Она здесь вообще не нужна. Может игрок чуть побыстрее-то бежать или нет? Господи, 25 минут играю, у меня уже жопа горит. Георгийский кэмп, там мы были. Там ничего интересного мы не нашли. Мне нужно найти домик... А эту карту ещё и двигать никак нельзя, да? Мне надо найти домик охотника. Где его искать-то? Ну, логично предположить, что я просто должен идти дальше, на север. Или в каком я там направлении двигаюсь. Просто идти и всё. По идее, я должен был встретиться с Александром у геолокации Георгия. Вот, у меня даже квест сейчас этот висит. Задание. Встретиться с Александром у геолокации Георгия. Вот она, геолокация Георгия. Сашки здесь нет. Сашка уже где-то там на машине, блядь, едет домой. Понял, что меня ждать некую. И свалил. Я, наверное, должен сейчас идти через Саплай Депот. Потому что через вышку я пролезть не смогу. Насколько я помню. Блядь, ну здесь тупик. Меня опять здесь замуровали. Да где выход-то, ебать его в рот? Тут вообще кругом одни камни, нахуй. Ну что это такое, блядь? Я, конечно, дико извиняюсь, но это пиздец. Игра должна приносить удовольствие. Я удовольствие уже давным-давно перестал получать. Кажется, я начинаю опять терять рассудок. Да успокойся ты, сейчас нахуй мы куда-нибудь выйдем. А чего вот это вот за знак вопроса? Я там вроде не был. Давайте сходим. О, отлично, это безопасная поляна. Здорово. Здесь нас никто не тронет. Здесь нужно восстановить свой рассудок. Окей, постоим, осмотримся. Дальше я пройти не смогу, хорошо. Мне надо идти по правой стороне. Давайте мы сейчас упремся в скалу. И будем вот таким вот образом идти, идти, придерживаясь правой стороны. Где-то здесь справа должен быть проход. Вот тот самый проход в соплай-депот. Что с ним произошло? Куда он, блядь, переместился? Идем, идем аккуратно. Сверяемся с картой. Вот, вот, прямо, прямо он должен где-то быть. Как я умудрился заблудиться тут в прошлый раз, не понимаю. Во, нашел, отлично. Ой, блядь, я тебя умоляю. Ты можешь, ну, немножечко поживее идти? Вот теперь, ребят, все встает на свои места. Почему у этой игры нет вообще никаких отзывов? Потому что, ну, блядь, люди просто делают моментально возврат и все. Хотя, хотя, у игры были все шансы. Вот, 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 саплай. Нашел! Я нашел! Вон, видите? Hunter's House. И GPS-сигнал, Георгия. Вот, вот туда нам и нужно идти, все понятно. Но я опять въебался в камни, ну, господи. Я очень хочу пройти эту игру. Она не столько меня заинтересовала, сколько бросила мне вызов. Вот, да, сейчас, значит, мы должны идти вот сюда. Может быть, даже и наверх нам не придется залазить. Потому что предохранитель я поменял, все прекрасно, я молодец. Поэтому мы сейчас просто вот так вот пройдем. Надеюсь очень на это. И где-нибудь свернем налево. Так, вот сюда идем. Хорошо. Можно проверить знак вопроса. Но туда мы пойдем потом. Сначала нужно найти Hunter's House. Домоохотника. Может, действительно ничего плохого не случилось? И все пацаны там сидят, как бы, и курят бамбук. Эй, Серега, подходи к домику охотника. Мы все тут сидим. Ну, вот, пожалуйста, ребят. Они все там. Но надо быть на чеку. У домика охотника могут быть капканы. Он же охотник, правильно? Так, 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 так. Что-то у нас тут за строение еще. Этого не было на карте. Еще одна душка. Пиздец. Мне сначала показалось, что это какая-то карусель детская. Допустим. Пусть это стоит и никуда не девается. Я уже близок к домику охотника. А что они меня встретить-то не могут? У охотника наверняка волына есть. Трое крепких мужиков, блядь, заперлись в домике и сидят, ждут, когда к ним придет девочка по имени Сергей. Ну, как так можно? С какой стороны-то подойти? Давайте слева попробуем обойти. Ой, блядь, это какой-то симулятор ходьбы с радиусом обзора в метр и отсутствием выносливости. Вот как можно описать эту игру. Ну, я вроде как на финишной прямой. Хорошо, давайте дойдем. Да, вижу, вижу окно. Вламываюсь. Спасите, помогите. Где пацаны? Понятно. Охуенный дом без дверей. Просто шикарный. Я еще и... Тайга, спасибо, что поиграли. Я даже не успел прочитать сообщение. Ну, блядь. Ну, в общем, ребят, я здесь даже ничего говорить не буду. И вы сами все прекрасно видели. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.